Добрый вечер, уважаемые зрители. Меня зовут Елена Марченко и я рада вас приветствовать от имени Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы. Мы продолжаем месяц украинской культуры в иностранке и сегодня у нас в этот замечательный осенний вечер особое событие. Сегодня мы отмечаем юбилей 85-летней со дня рождения видного государственного и общественного деятеля, героя Украины, замечательного, выдающегося поэта Бориса Ильича Олейника. Я рада приветствовать наших сегодняшних гостей и сказать, что похожий вечер у нас состоялся совместно вчера в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве. И мы все вместе тоже Бориса Ильича вспоминали. Сегодня в гостях у нас в эфире генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, кандидат филологических наук Дмитрий Васильевич Стус. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Также к нашей беседе сегодня присоединятся академик Национальной академии наук Петр Петрович Солочка. Добрый вечер, Петр Петрович. В беседе принимает участие доктор филологических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Наталья Васильевна Костенко. Добрый вечер. Игорь Павлюк, наш лауреат Народной шевченковской премии, с которым вы имели радость общения недавно во время нашей трансляции. Также принимает участие Павел Николаевич Рудяков, ведущий научный сотрудник Института примирной истории Национальной академии наук Украины, доктор филологических наук, профессор. Присоединится к нам и Глеб Кудряшов, доцент Полтавского национального педагогического университета имени Короленко, кандидат наук по социальным коммуникациям. Добрый вечер, Глеб. Надеюсь, что я никого не забыла. Желаю всем приятного вечера. С большим удовольствием даю слово для проведения этого вечера идейному вдохновителю нашей сегодняшней встречи, исполнительному директору Украинского фонда культуры, кандидату исторических наук Дмитрию Валентиновичу Буткову. Пожалуйста, Дмитрий Валентинович, вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер. Большое спасибо за радушный прием. Мы очень благодарны Российской государственной библиотеке иностранной литературы, которая уже нас не в первый раз принимает в своих стенах. Этот раз, к сожалению, виртуально. И, собственно, в этой библиотеке полгода назад, в декабре, мы презентовали новое издание «Книгу воспоминаний о Борисе Ильиче». И сегодня мы проводим итоговые мероприятия, связанные с празднованием существования 85-й годовщины со дня рождения великого украинского поэта. Я не буду долго забирать ваше время и хочу сразу же передать слово генеральному директору Национального музея Тараса Шевченко Дмитрию Васильевичу Стусу. Дмитрий Васильевич вчера открывал наш марафон в Национальном музее Тараса Шевченко и надеюсь, что сегодня мы уже сделаем такую традицию и передадим раздеправление Дмитрию Васильевичу. Он представит нашу экспериментацию. Здравствуйте, уважаемые участники, здравствуйте, уважаемые зрители нашего круглого стола. Конечно, я думал, что Дмитрий Валентинович предоставит слово, наверное, Петру Петровичу Первому, который и ближе, и больше, и дольше знал Бориса Ильича. Но раз уж он решил дать слово мне, то я начну, наверное, с эмоций, со своего эмоционального портрета человека, которого я знал, наверное, последние лет 12-13 его жизни, который на меня уже, в общем-то, сформованного и критика, и литературоведа произвел громадное впечатление. Наше знакомство было, ну, совершенно каким-то невероятным. Когда мне просто позвонили, и на другом конце телефона я услышал голос, который слышал до этого только по телевизору, только по радио. А он представился, я Борис Ильиник. Вот решил позвонить и познакомиться. И вот так вот 13 лет я открывал для себя совершенно уникального человека. Я, конечно, знал, что когда было плохо или отдельным людям, или целой литературе, или же тучи нависали над Каневским заповедником, или возникали еще какие-то вещи, появлялся Борис Ильич. Когда нужно было сказать какое-то слово, и все боялись, он поднимался и как-то так просто, по-человечески, совершенно без ложного героизма говорил. А вот я знаю, был голод. Проходило несколько времени. И, наверное, это та тема, о которой надо говорить. И вот эту смелость поднять тему. Приписывали себе другие люди, и он говорит, ну, что поделаешь. Они такие. Ну, главное, мы идем дальше. А где-то в 2006-2007 году мне пришлось издавать впервые в Украине живой голос моего отца Василия Стурса. Ну, и так получилось, что главные структуры очень сильно подвели. У нас это часто случается. И буду называть фамилию, не имеет значения. Мы с ним как раз встретились. Я ему рассказал эту историю. И он мне сказал, а знаешь, я сегодня получил зарплату в Верховном Совете. Давай ее сдадим. Так и получилось, что указан один спонсор, а, в общем-то, есть совершенно другой человек. И в этой скромности, простоте, неказистости часто в одежде и в огромной любви к людям и желании, чтобы какие-то важные вещи делались, наверное, весь Борис Ильич. А искренний, честный, который не делит людей на хороших и плохих, который помогает всем. Но я обратил внимание, что, в общем-то, благодарны ему почему-то только единицы. Все остальные считают, что человек такого ранга, как Борис Ильич, должен всем помогать, но облагодарить не обязательно. В этом, наверное, мы, какие мы есть. Тогда у меня созрелось дело сделать с ним такое имиджевое интервью. И долго сидели, разговаривали. После имиджевого интервью, которое я хотел у него заверить, как это положено, он сказал, я тебе верю, ты плохого не напишешь. Я тогда возглавлял журнал «Киевская Русь». Для меня было важно попробовать сделать такую площадку литературную, где бы были двуязычные, а потом стало троязычные, и белорусские литераторы там на своем языке печатались. Конечно, закончилось все, в общем-то, крахом, потому что внутренне каждый как бы хотел не создавать что-то общее, а заниматься перетягиванием каната. Но я об этом вспомнил совершенно по другому поводу. Борис Ильич дал мне напечатать подборку стихов, дал свои рукописи. И я их просмотрел, он говорит, ну вот это с оккупационной тетрадки, ты, наверное, побоись, это никто не берет. Говорят, сейчас не время. Я говорю, ну почему? Возьмем и напечатаем. И сейчас вот перечитывая эти стихи, перечитывая даже свою статью, я вижу, насколько Бог был ко мне щедр, что подарил такое знакомство с человеком, которым у меня, в общем-то, с всем молодым парнем в опыт с равным. И вот это тепло, наверное, самое важное, о чем бы сегодня хотелось говорить. Если мне сказали, что формат тот же, что был вчера, я позволю себе на украинском прочитать совсем другое стихотворение, нежели те, которые я читал вчера, но мне сегодня кажется важным прочитать именно его. Стихотворение называется «Останненький». Настана день скорботи світової и поплеве у лодьи труни завічний круг и пруг останній воин Великой Священной Войны. Душа солдата в потойбічном краю повильно рушить на суворий звит, и от осколков давних перед раем дуга безбеки заячить у світ. И сам Петро за чудовання повен, с небаченою досі в дивине, у все благого запитаю, кто он? Бог откаже. Все останній воин Великой Священной Войны. Та відчини ему ворота, Петре, и грешного дурая запроси. Він на землі зазнав такого пекла, что я его простив на всі часи. Останній залп проныжа тишу гостро, і вщенну мить, як сироти в сліту, таку печаль відчують час і простір, що навіть кутіць каменю апостол, ледь стримає завію слезу. Дякую за внимание. Не хочу перебирать много времени і надіюся, що біседа буде продуктивна. Більшого спосіб, Дмитрий Васильович. Борис Ілліць дістітльно був вдаючимся поэтом, гражданином, известним, вдаючимся політичним і общественним діятелем. Борис Ілліць немножко напомню його біографію, був лауреатом Государственной премії СССР, депутатом Верховного Совета СССР, заместителем председателя Совета національностей Верховного Совета СССР. Несколько лет він прожив в Москві. Вместе с тем він був дуже простим, доступним чоловіком і уме дружити. І вот, коли ми говоримо о дружбі, о крепкій дружбі, мужській дружбі, мені хочеться передати слово його дуже давньому другу, старинному другу, верному другу Петру Петровичу Толочко, академику Национальной академії наук, известному українському ученому. Петру Петрович, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий Валентинович. Я хочу объяснить Дмитрию Стусу, почему він получив первое слово. Потому що ви генеральні. може ли представити себе, щоб генеральному секретарю дали во втору очередь слово. Це ж не ми. Спасибо, Петру Петрович. Так що все об'яснимо. Дорогі колеги, дорогі колеги, дорогі зрители, якщо нас дивляться, може нас дивляться і наші земляки, українці, як і в Москві, і на обширах Росії. У нас сьогодні, як і вчора, надзвичайно важлива подія. Ми відзначаємо восьмидесяти пяти річчя додатного українського поэта, философа, мудреця Бориса Ільича Алийника. Я как-то осмелився считати себя другом Бориса Ільича. І це право мене дал сам Борис Ільич. Все його произведення, які відходили на протяжі пятидесяти років, він мені дарив і підписував їх. І на някотарих вборниках стоїть його красивим почерком підпис другому другу і по-братвенню. Вот поэтому, мені кажеться, що Борис Ільич мені полномачиває на те, щоб я був представлен, так як це сделал Дмитрий Валентинович. Я вам дозум признаться і мені мені було достатньо на цей констататцій, і я не вчитывав його произведення. постигати Бориса Ільича його поєзі, на цей констататцій, і гражданин. така крупноформатна, планетарна речі. і сьогодні ми продовжуємо цей констататію Пам'яті Борис Ільича, і мені вспомнилася ще одна його тема. великих істори, великих пращував нашого. Борис Ільич посвятил свої великолепні острови таким гигантом поэтической мисли, да і просто писателям, як Тараз Григорьевич Іван Франкул, Александр Семенович Пушкин, Лыся Українка, Николай Васильевич Голд, Сковорода, Григорий Сковорода, наш настоячно смолянський мудрец і философ. І мені показалось, що Борис Ільич імел право висказати своє відношення к цим великим людям. Він соразменний, він масштабний цим творчіським Лічностям. І мені вспомнилася його совершенно потрясающе стихотворення, рожденне його посіщенням пушкинських мест Пушкиногор'я в Комській губерній нынешній. Я там тоже бував. Це потрясающе заповєдник. Там просто витає дух Кушкина і його вред. І в Борису Ільича є такі строки. Я там стояв челом під небесі і чисте око житня і роси. Мені мені я бував. Каня Приднєбрянська. Мені і російській політичній рівні. Мені було б дуже горько, якщо ми це перенесли на двох народів. Я, спеціаліст історії і російській і російській і російській і російській і російській там в клубіні рівня родні братья. І Борис Ільич це дуже чітко відчував. Для нього славянство було що-то магічне, що-то такое от чого він начинав підсчет нашої нравственності. Вон там на глубине віков видел її. Я сегодня говорив, що Борис Ільич дуже любив посіщати древнію частину Києву, астрокимську вору, Аракія так називається. Часто мене приглашав в эти путешествия. І я тільки позже, коли його не стало, зрозумів, я що його влітло. Він почував свою з нею срогненность почти физическую. І Він виразив прекрасніми стихами. На цій горі в зеніті без гаління стою один під хорами небес, і чую, як зверхають гаління, 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 і я воніюваюся. Це таке физическое ощущення з єдинства с цією горою, родившою нашу Києв, нашу древнерусю государство. це відбувало Борисовича. Він виспевав дружбу славянських народів. Наверно, він знав, що в цій історії були і грозы, і термия. Але на термия він старався не обращати внимання. Він виспевав то, що нас роднило, збережало, що нас делало таким единим восточнославянським православним сообществом. Я може быть, поскольку у нас людей багато, я вижу, там Павелу Николаевичу что-то сказали. Поэтому я еще немножко задержу ваше внимание. я вижу в Борисе Ильичеве не только совершенно замечательного українського поэта, я думаю, пусть на меня не обидятся другие, это мое личное мнение, что это лучший поэт второй половин XX века и начало XXI века, и прикисловий к нашому сборнику, который мы издали годы «Смерть» Бориса Ильича, я поставил его в ряд таких выдающихся наших украинских писателей, как Сковорода, как Шевченко, как Шевченко, Франков, как Украинцы. Наверное, у кого-то этот ряд будет дополнен другими экономиками, но это и хорошо. У нас, украинцев, такая есть особенность. Мы, чтобы поставить кого-то на педестал, нам обязательно надо стянуть с этого педестала тех, которые на нем были. А я считаю, что на этом педестале места достаточно много. И те, что были, и те, что вот мы сейчас считаем достойны этого места, в том числе и Борисович Ильича. Я уже сегодня говорил, что я огорчен тем, что в Украине, к сожалению, как говорят, нет пророков в своем отечестве, я не обнаружил в школьных программах ни одного класса, где бы поэц Борисович был представлен и изучаем. Это, конечно, непозволительная растащительность нашей интеллектуальной и культурной власти. И чем быстрее они исправят эту ошибку, тем лучше будет для украинского народа. Олейник уже по существу все равно. Олейник уже не очень нужен, но Олейник нужен украинскому народу. Это поэт, это пророк. А пророк, знаете, мне много, я могу привести примеров. но один такой, с недавних пор по городам России и Украины ходит бессмертный бог, который воскрешает вот эту трагическую память о Великой Отечественной войне. и мы не знаем, кому пришла эта идея в голову реализовать вот эту ходу, но я абсолютно знаю, что этот полк был предвиден Борисом Мечом еще в 1995 году. И он в стихотворении «Парад перед Брамой Вечности» записал такие строки. «Крез полстолетия левгоина разных призовьих дат строго шикуются воинам на исторический парад. В Великотнем Лераде чистее правда сама стали живые сполеглами, мертвых между ними нема». Отношения Бориса Ильича к этому событию и пророчества, что когда-то пройдут люди живые сполеглами. Я бы мог еще говорить, но нас много, и поэтому мне очень приятно, что российские наши коллеги, наша землячка Елена Марченко устраивали такие марафоны в памяти Лисы Ильича Вильника. Это и благородно, и достойно. И это поэт, это философ, это мудрец всех восточных славян. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Петр Петрович. Петр Петрович, спасибо большое. Дмитрий Валентинович, позвольте себе немножечко вклиниться. Петр Петрович, и вас сердечно благодарим, что вы нашли время, и сказали такие замечательные, теплые слова. Вы сказали, смотрят ли нас. Да, мне сейчас сказали, что нас смотрят более двадцати тысяч, и пишут нам под видео слова благодарности, передают приветы из Украины, из Словении, из других славянских стран. Так что продолжаем. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам слово. Вот Елена как раз нас подвела к новой теме, связанной с жизнью и творчеством Бориса Ильича Олейника. Борис Ильич Олейник большое внимание уделял славянскому единству. И я в связи с этим хотел бы передать слово ведущему научному сотруднику Института всеобщей истории Национальной Академии Наук Украины, доктору филологических наук, профессору Павлу Николаевичу Рудякову. Павел Николаевичу еще и является председателем общества Украина-Сербия. Павел Николаевич, Вам слово. Спасибо. Я приветствую всех участников с особой теплой благодарностью приветствую Елену нашу веншую в Москве. Я продолжаю за то время пока Вы меня не видели, взял карьер главный Ваши обязанности без захваты, которая соответствует, но я не сдержу времени и внимания. спасибо литературной визите московской. Вчера в свежем номере накануне возникновения Борисовича вышла статья, которую я подписал вместе с другом потому, что вместе готовили. Уважаемый Павел Николаевич, прошу прощения, Вас чуть-чуть не слышно, можно ближе к микрофончику попробуйте, пожалуйста. спасибо большое. В этой статье изложены те, которые вчера вышли в новой литературной московской изложены вещи, которые мне кажется важны для того, чтобы дальше называть Борис Ильич как изюльский ушел из этого мира, но остается как дух, как духовность наша, силу нашей духовности. где поставил вопрос о Борисе Ильиче о литературе как философе, который сформулировал основы национального духа украинского. Оленник никогда не позиционировал себя как Михаила Васильевна Костенко, не знает первые строки до последней не даст соврать мне, что никогда не стал себя по этому высоким, но вот эту высокую такую национальную сторону а все остальное можно прочитать, кто захочет с ней окрутиться, она есть на сайте, естественно, на интернете. А последний абзац, два предложения, которые я позволю себе подключить, озвучить, если какая аудитория облачает. Мне кажется, что сейчас важно даже всем нам, кто профессорам вроде меня перечитывать Бориса Ленинга, потому что те вещи, которые вроде бы знал эти тексты, сейчас, когда он уже надет на тандыре, а все это память, перечитываешь какие-то вещи, и многие его формулы, формирувки прочитываются по-другому, еще более глубоко по-другому, еще более глубоко, еще более ясно, еще более вдохновенно. Мне кажется, что наша задача и участников сегодняшнего мероприятия спасибо Буткову, спасибо Лена Ванге, и всем, кто смотрит это мероприятие, мне кажется, сейчас нужно сесть и прочесть, хотя бы там, чтобы не только депломировать вчера моего Дмитра Васильевича в этом марафоне, я думаю, все это прочитали, люди очень красиво рекоментировались по-другому, а вот так вот почитать даже те известные вещи, те вот, программные, непрограммные, какие угодно, ранние, поздние, средние, и вот, драться за осмысление той глубины того массива огромного, который оставил Олень. Спасибо. Большое спасибо, Павел Николаевич. Большое спасибо, и я хочу еще раз обратить внимание зрителей, что вы можете познакомиться со статьей Павла Николаевича Рудякова в свежем номере литературной газеты. Статья посвящена творческому наследию Бориса Ильича Олейника. Говоря о творческом наследии Бориса Олейника, хочется сразу же передать слово пожалуй, самому маститому исследователю, тому известному украинскому исследователю, который занимался творчеством Бориса Олейника, это Наталья Васильевна Костенко, профессор, доктор филологических наук, профессор Киевского университета. Наталья Васильевна много лет знала Бориса Ильича, они в молодости были очень дружны, и в общем-то жизнь прошла буквально рядом. и Наталья Васильевна, конечно же, и отличный биограф Бориса Ильича, и исследователь литературовед. Пожалуйста, Наталья Васильевна. Добрый вечер. Сразу маленькая реплика не столько была другом, а сколько почитателей, потому что масштаб этой личности был понятен с самого начала, и, конечно, мы, почитатели-читатели, читали его книги, и благодарили его за те откровения, а он отвечался беспощадной правдивостью в оценках реальной жизни, ну, и, кроме всего прочего, он был еще и замечательным мастером украинского слова. Он принадлежит поколению шестидесятников. Ну, на Украине это такие имена, как Иван Драч, Василь Симоненко, Микола Винграновский, Виталий Коротыч. И в литературе он выступает на самом початке шестидесятых. И это была такая плейада все талановые. На русском языке. На русском языке, да. Все талантливые, все талантливые. Я даже не заметил, как я подъехал. Но у Кипянина уже в середине семидесятых годов стала выделяться очень важная особенность творчества Бориса Олежника, которая была совершенно проникальной. Он обладал потрясающим историческим чутьем. он понимал закономерности происходящих. Например, я немножко писала уже раньше молодости в советское время в семьдесятые годы, какие-то рецензии, в том числе обзорные. журнал «Днепро» в 1975 году опубликовал его поэму «Урок». «Урок». Это было событием нашей литературы, потому что здесь впервые прозвучала тема, которая сегодня остается одной из самых острых тем. Это проблема, тема памяти и беспамятства. прежде всего о событиях Второй мировой войны, Отечественной войны. В «Урок» речь идет о трагедии, которая произошла в сербском местечке. Павел Николаевич об этом сейчас говорил о связях с Сербией. «Урок». Когда местные фашисты расстреляли целую школу, в всяком случае речь идет о тридцати гимназистах во главе с учителем. Вот эта страшная жестокость. И Борис Ильич Оленик хотел напомнить о том великом подвиге, который совершили славянские народы и украинские русские народы, советские народы в то время в борьбе с фашизмом. А между тем уже тогда просматривалась тенденция вычеркнуть из памяти эти события, принизить роль именно славянских народов. И мы сегодня видим какого абсурда дошла эта тенденция, когда собираются в Европе на юбилейные события страны, участники Второй мировой войны, и не приглашают людей, представителей России, тех, кто сыграли решающую роль в войне. это особенность последних десятилетий нашего времени, возможность обманом называть людям мнение, которое не совпадает с исторической правдой. «Борис Ильич Ильич до событий 1991 года выпустил не менее тридцати сборников. Он был чрезвычайно плодовит. Вот он мужал, и все более была видна вот эта фигура какая-то исключительная среди шестидесятников. Но то, что он создал уже в девяностые, в двухтысячные, в двухтысячные, в двухтысячные десятые годы, точнее, тридцать, ну, говорит о том, что он стал великим, великим поэтом, великим писателем. Я не говорю, можно было бы говорить о культурологической деятельности. Всюду, где он работал, он сумел отдать все свои силы для процветания народа и так далее. Ну, вот в поэзии, ну, как говорят, маски сброшены. Он единственный из тех шестидесятников стал говорить о реальных событиях, не романтических, каких-то были надежды, что полная национальная независимость. Все хотели этого, но в реальной жизни все же это не было достигнуто. и это, ну, он сумел воплотить в слове в двух десятках сборников, в том числе в сборнике шлях, где помещена совершенно гениальная поэма «Таем на вечере». Вот одна из сквозных тем, не только тема памяти и беспамятства, а проблема предательства, предательства. Ну, тут можно вспомнить, что один из философов в наше время сказал, что такого тотального предательства, как мы стали наблюдать в первые годы, особенно. Борис Ильич это назвал «переодягание душ», «переодягание душ». История человечества не знала. И он умел все это так обрисовать. В таких сатирах обнаружился сатирический талант. Я попыталась в одной из работ своих сравнить политические сатиры Бориса Алиника и Генри Хагена, который умел своему немецкому народу говорить правду о том, каким он есть. в реальной жизни. Какие слабости их характера и так далее могли иметь горькие последствия. Генри Хагена был прав. И Борис Ильич создает совершенно замечательные сатиры. Начиная «переодягание душ» и другие интересные произведения. Лексика этих произведений вошла в обиход нашего народа. Например, говорили «Аланты». Это впервые появилось у Бориса Ильича. «Реводрюция». Реводрюция. Реводрюция. Дрючками бились. Сатира. Да, короче, целый словарь. Целый словарь, целый словарь, который отражает особенности этой эпохи. Я могла бы много говорить, но не буду занимать время, меня скажу последнее, что, будучи пророком, умея поставить диагноз вот тем событиям, которые происходят, Борис Ильич не искал крайних способов разрешения гражданского конфликта на Украине. включая войну на Сан-Басе и других событий. Именно этот мудрый человек, гениальный поэт, ну, этому же можно говорить об этом, он призывал компромисс. Призывал искать общий язык. Призывал к единству. прежде всего единству славянских народов. И вот в этом его стремлении, которое было поддержано общественностью, в частности, вот, Дмитрий Валентинович Будков, была создана группа, центр, которая получила название «Минские встречи». Минская инициатива. А, Минская инициатива. Извините, пожалуйста, Минская инициатива. Борис Ильич успел написать ступительное слово к одному из сборников поэзии молодых авторов трех бывших республий. Украины, Белоруссии и России, где он говорит, что он верит, что, может быть, именно молодое поколение сумеет найти вот этот общий язык, утраченный сегодня, чтобы люди перестали понимать друг друга. «Минская инициатива». он успел выступить в этих «Минских встречах». И одна из последних моих бесед с ним как раз касалось этих событий. Я сказала, что сборники, которые выпускали эту группу поэзии, в частности, я предлагаю их студентам нашего Киевского университета, и они с огромным удовольствием читают на трех языках, которые совершенно понятны каждому из нас. Они хотят общаться. Я думаю, что это качество не только не утрачено, а есть ностальгия за этим. Мы хотим общаться, мы любим друг друга. Эта ненависть, которая раскручивается, она вносится прежде всего теми, кто хотел бы похоронить нас всех, все эти три народа. И когда я ему сказала, что студенты читают, и вот так им нравится, Борис Ильич, который в общем-то через две недели умер, он был тяжелейшим состоянием. И я услышала, как потеплел его голос, как он был счастлив это, слышит, что молодые его читают, его понимают. я ему пожелала одужатый, быть здоровым, хотя я знала, что очень все это трудно было уже верить во что-либо. И он любил такую присказку, на которой я закончил. я повторю это, обращаюсь ко всем. «Тим же боком, только в десять раз больше!» Я сказала, я желаю вам здоровья! «Тим же боком, только в десять раз больше!» чтобы перемены все-таки привели к нашему утраченному единству. Спасибо за внимание! Спасибо большое, Наталья Васильевна. Я сразу что-то вспомнил вторую присказку любимого Бориса Ильича. «Будете богатыми, не забудьте поделиться!» «Будете богатыми, не забудьте поделиться!» Это тоже любимая присказка Бориса Ильича. Бориса Ильича очень любили все, и люди всех поколений. Я вспоминаю, когда мы приехали осенью 13-го года в Москву по приглашению Союза писателей России для участия в Всероссийском писательском собрании. Когда мы зашли в большой просторный вестибюль университета дружбы народов, там стояла одна очередь. Когда мы вышли, образовалась вторая. Одна очередь стояла в гардероб, вторая – это очередь желающих пожать руку Борису Ильичу. Вот сколько у него друзей было в России. Ну, на Украине у него тоже было очень много друзей, и, скажем, подтверждение тому, наверное, сегодняшняя наша встреча, потому что сегодня в ней участвуют и Киев, и Полтава, и Львов. И вот я хочу передать слово львовскому поэту, известному украинскому поэту, доктору наук, профессору Игорю Зиновичу Павлюку. Игорь, пожалуйста, вам слово. Игорь, микрофон. Игорь, включите микрофон. Извините. Да, да, да. Здравствуйте. Еще раз. Добрый вечер. Или надвечерья. Как у вас там? Я не знаю. У нас уже начало темнеть. Вот. Ну что ж, сложно говорить крат в нашем формате о человеке, о котором можно книгу написать. И даже больше того, который уже легенда. Я вчера говорил, не хочу повторяться. у него редкостное соединение человека, то есть жите текста, текста и образа. Хотя, говорят, уже сегодня два раза я слышал, и вообще есть такое мнение, что он был, как бы, не обращал внимания на одежду. Неправда. Я имел возможность смотреть за ним. У него был стиль. Он был очень стильный человек. тоже могу развивать эту тезу, но не успею, чтобы сказать, что я хочу сегодня сказать. Значит, есть хорошие люди, еще добавлю к вчерашнему. Вчера я говорил о Борисе Ильиче, как о человеке. Хотел кратко выразить его, понял, что ничего не сказал того, что хотел сказать, ибо это уже вне слов, это уже как бы логос. И никто еще не сказал, не выразил любовь словом. Мы понимаем, филологи, и вообще гуманитарий, о чем я и говорю. Так вот, Борис Ильич, марш совести и деятельной любви. Говорили сегодня о смерти, но мне тоже как бы судьба не дарила встречи с ним, когда уже дни его были сочтены. Он пригласил меня домой, мы вышли в парк, и говорил, давай зайдем, вот у меня любимое кафе. Вот, он взял свои любимые кофе, кажется, что-то такое, вот как бы знал. Точнее, и мы так долго сидели, и я вот еще раз прочувствовал настоящее сердце этого человека. Поэта, они были едины. Вот это, как Франко говорил, его сегодня сравнивали и вчера с такими титанами духа, как и Иван Франко, в частности. Так вот, у Франко была такая теза, маркер, цельный человек. Цельный. Как дает цельность? Это только Богу известно, генетики, ну а генетики, она тоже от Бога, но это было, а то мы списываем иногда на Бога или на генетику, но здесь же была большая огромная работа, выполнена самим Борисом Ильичом. Ровно или может даже больше, что он должен был исполнить сам. Не Всевышний за него, не мы, не генетика мальчика, который рос без отца, хотя вот бросилось мне в глаза, когда он читал, что я не чувствовал себя сиротой. Вот я здесь поткнулся об эти слова, потому что я тоже вырос сиротой, без мамы и отца. Думаю, как не чувствовал. А время было другое. Вот сегодня уже говорилось о том, что было другое время, и люди кругом были добрее и отзывчивее. И вот я, кстати, тоже не чувствовал себя сиротой в школьные годы. Я почувствовал 50 лет себя сиротой, когда я уже был готов к этому. Это берегла меня тоже природа, но вот здесь как бы соприкасается то чувство, что я могу увидеть в нем то, что может другой не может увидеть. Он был наполовину сирота. Это тоже судьба многих великих поэтов, без моего контекста, конечно, относительно ко мне здесь добрым юмором, потому что еще неизвестно, кто я такой, не буду. Как я говорю, в унисон его шуткам вскрытие покажет. А что Борис, легенда, это понятно всем мудрым людям. Кстати, что слова не скажу, все уже было в контексте Бориса Оленика. Он мудрый человек, не умный просто. Умность, так сказать, она предполагает, она часть мудрости, как интеллигент и те, кто у нас есть еще интеллигент, интеллектуал. Вот интеллигент это совесть плюс интеллект. Он был интеллигентным. Можно прикинуться, как там по-русски, богатым, будучи бедным, можно сыграть даже очень такого благотворителя, будучи скупым, жадным, но нельзя сыграть интеллигента, так говорил, кстати, Лихачев, академик. Нельзя же сыграть Бориса Ильича, если в кинематограф, наверное, будут снимать о нем фильмы, но как его сыграть? Вот это за год таланта и большой личности. То есть, от Бога и от людей одновременно. Но, я хотел бы сегодня мы с Дмитрием Будковым договаривали, что лекцию я могу о нем прочитать, но как-то в этом формате скромно, чтобы еще успеть, чтобы еще успели сказать мудрые люди и хорошие. Я кратко постараюсь о нем, как о поэте. Но, опять-таки, об этом можно говорить очень много или постараюсь кратко. Каждый поэт пишет на три главные темы. Темы это любовь, кухоня по-украински, это Родина и космос. Если под этим кутом взора эти маркеры учесть и написать книжку о творчестве Бориса Олейнике поэтическом, у него еще большая публицистика, которая тоже, в принципе, поэзия. У поэта все поэзия. Вот. Ну, значит, я потом прочитаю несколько просто стров о любви. Потому что анализировать стихи о любви это тоже, что в старости вспоминать свои приключения молодости. Любовные приключения молодости. Их даже мне как бы с одной стороны поэту, с другой стороны человек, который пишет тоже о поэзии. Кстати, Борис Ильич, две статьи написали. Я не люблю повторяться. Я не думаю, что я что-то мудрее больше сейчас скажу. Но кратко сейчас вот так вот скажу. Несколько слов о моем опыте отношений с ним как поэта в действии. В действиях. До того, как я прочитаю несколько любимых моих строк стихотворных. О поэте, как о поэте действия. То есть, как о воине. это слово еще не звучало как маркер за те две наши встречи вчера и сегодня. Вот я буду как бы открывателем, открывателем, что он был поэт-воин. То есть, чувствительный, как мощное дерево, скажем, клен, но без коры. Если с толстой корой, это будет только воин. У меня образ такой поэта. такого уровня, как Борис Олейник. А может быть, дерево очень тоненькое и без коры. То есть, оно не может дать столько энергии другим, потому что у него самого его нет. А есть мощное дерево, но без коры. То есть, оно и воин, и очень чувствительное, как поэт. И реагирует на каждую боль, как он реагировал всего человечества, так сказать, и каждого, что характерно, человека, который к нему приходил, или он сам приходил, как ко мне, или Дмитрию Стусу, тоже позвонил. Я вчера говорил, вот, неожиданно, и даже статью написал обо мне, что было вообще тогда для меня, что-то, как бы сейчас, наверное, апостол Павел пришел, или что-то такое с добрым юмором, если говорить. Так вот, мы были с ним на разных литературных процессах, на разных, так сказать, боевых действиях на литературном фронте. Вот, Дмитрий говорил, были мы тогда на двухсотлетие Шевченко в Москве. Я хотел сказать, что он по-разному открывается в каждой ипостаси. Нет, опять же, возвращаясь к своей первоначальной тезе, он всегда был един. Если его увидеть душу и полюбить его, так как он всегда был предсказуем в своих действиях доброты и сочувствия деятельного, то есть, скажем, деятельного. Я знал очень много, знаю сейчас, очень много хороших поэтов, но, как люди, я не обращусь к ним. Есть очень хорошие люди, но они в контексте, ну, никакие поэты. А вот это единство, очень-очень, и деятельные, в смысле, ключевая фраза, что деятельная любовь. Мы были с ним, вот это обязательно хочу сказать, мы вместе с ним издавали книжку поэты разных, поэты, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны разных национальностей. Вот. Составитель этого сборника был мой доцент факультета журналистики Дмитрий Григораш, он мне это доверил, ну, книжку, без участия Бориса Ильича она бы не вышла, и большая презентация была в музее Великой Отечественной войны. Вот. То есть, вот в таком бою мы были с ним. Потом, еще в контексте литературном, но литературоведческом, надо обязательно сказать, он был номинирован на Нобелевскую премию. Реально, Борисом Патоном, тоже легендарной личностью, который недавно ушел от нас, реально номинирован на Нобелевскую премию. Вот. Ну, я понимаю, что это как бы формальные, но и неформальные. Он действительно был тем человеком, которому можно было дать эту премию. я так считаю. Вот. Значит, есть там у меня еще несколько минут? Или я уже перебрал? Игорь, у вас есть, конечно же, время, и вам есть вопрос от наших слушателей. Что? Вопросы есть? У вас есть и время, и есть вопрос от слушателей, зрителей наших. так давайте, может вопрос, а я теперь знаю, что дальше говорю, я как воздуха набрал уже как бы, чтобы закончить стройно и готически, так сказать. Хорошо, с вашего позволения у нас задают вопрос под видео, которое транслируется на фейсбуке, а Владимир Бимонов спрашивает. Игорь, Борис Ильич называл твою поэзию отчаянной, и тебя отчаянным поэтом. Был ли сам олейник отчаянным? Спасибо. Ну, мы были, я так сейчас уже понимаю, разные. Он посмотрел мою биографию, вот, ну, как бы сейчас, как бы сейчас ответить, чтобы и скромно, и как бы со стороны посмотреть. Конечно, был отчаянным. Он был больше человек действия, то есть я учусь у него этого. Я больше эмоциональный, он был как бы, ну, я беру с ним пример в этом смысле, о чем я и говорю. Вот, он был больше воин, я больше, может, не, не больше поэт, короче, ну, если относительно меня сравнивать. А он делал, я учусь у него, сейчас вот тоже уже подкажу к тому возрасту, когда мне, в принципе, от жизни уже мало что нужно, я уже могу помогать другим тоже. Ну, вот. Многие же, как бы даже на том, на том ступени развития, так сказать, как я, они начинают дальше о себе больше, так сказать, брать эти дивиденды, как сказал Дима, если разбогатеешь, поделись. Да? Вот, вот это ключевая фраза. За тем юмором большим, иронией есть большая правда жизни. Я уже тоже, и постоянно вспоминаю, то есть моя программа гуманитарная запущена между сердцем, как говорят, умом и душой. Она вот говорит, а как бы Борис Олейник вот сделал в этом? Вот бы просто бы там отхрестился, или бы помогал, реально. Ну, вот, подзвонить, сделать что-то, просто словом поддержать. Квартира, как бы квартирный вопрос. Я не материальный человек, как и он. Я, ну, и хорошее что-то сравниваю себе, что во мне есть. Но, это же тоже, как бы, очень важно. Никто же, можно говорить высокие вещи, да, ты хороший поэт, но мне все равно, где ты ночуешь там, или, или что ты ешь, да. Ну, вот, 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 корень, человеческий, одновременно Божий. Вчера мы об этом говорили. Так что, если просто сказать, то да, ответить Владимиру Пимову, которого, кстати, я тоже очень уважительно люблю, я такое слово придумал. Да. Да. Однозначно. Спасибо, Игорь. Спасибо. Теперь, что я хотел сказать. Как говорил один профессор, мой знакомый в Академии художеств, вот, говорит, художник нарисовал, молодой, молодой экспериментатор, говорит, какие-то, на дипломную работу пригласил меня, работы выставил, какие-то там тучки, неизвестно что. а написано там, тоже неизвестно, короче, андеграунд, авангард, вместе с ним. Ну, а, говорит, профессор, как я нарисовал? Он говорит, я не знаю, это корова или туча, но как, ну, как, прямо, как по-русски, как пятно, да, но как пятно, очень хорошо. Так я о чем говорю, что, и своим друзьям художникам, ты можешь меня нарисовать или дерево, я тогда твой уровень оценю. Так вот, если смотришь на струфу о любви поэта, любого, сразу, как поэт, дай просто, как человек, сразу чувствуешь уровень. Так вот, я так вот наобум, как говорят, на взгляд, просто взял несколько строк, но о любви, то есть, там заключается главный корень поэзии, потому что поэзия дело молодое, то есть, птица поет, пока гнезда не имеет, потом уже эта эпика переходит, Бориса Ильича, кстати, это очень плавно перешло в эпос, вот, потом он иронизировал, а девки вчера говорили, которые на круче стоят, но это нормально, да, в 70 лет, но молодая его поэзия, вот этот всплеск певчей птицы, потому что есть птицы еще, как там хижие, да, которые не поют, вот, но однозначно он, как поэт, птица певчая, ну, например, о любви, я сокращу сейчас, то у меня лекция, чтоб мне получилось, о дивна ніч, о дика ніч жаги, коли тремти теча діє любисток, травневий шал до забуття любити, лишає обережні береги, уж все в чеканні спілі краплі роз, земля і місяць, вишня і туполі, і тиша в тиші, і туман у полі, і навіть в уш, нечутний мов донос, или эта класика, заболю, затожу, заридаю в собі, за короличу, а про очи людські засміюсь, надлумивши печаль, помолюсь кратькома на твоє праслов'янське обличчя, і зоря покладе на мовчання моє печать. Класика «Був я вітром, був я лютым, був я нордом, став я нижним, став я птахом і крылом, а якось мені зустрілася вельми гордо, і прокинувся я вранці джерелом». Опять, як литературовец, скажу, що у нього ритми, ритми народної пісні. Поэт – це ритм, потому верлібр, ну, как би, це заготовки для стихів, для мене. Можна, якщо б у нас була дискусія, конечно, це не формат дискусії. У нього є ритм. Як він на це вийшло? Я не знаю, він органічен, він органічен, як земля, стою на земле, його символічне, і всемирний одновременно. Але тот же Франко говорив, я би всі свої стихи, а у нього где-то, наверное, столько же, як у потужного, як там, Бориса Олейника, дуже багато, Франко теми, теж і теми известні, що він дуже багато написав. Так він говорив, Іван Франко, я би всі свої стихи отдав за один, за один, який би став народной песні. Та ли ви поняли, к чому я клоню? Бориса Олейника, практично, може, в Єсенина, каждый стих можна петь. І практично все поют, але він просто, дільше уже його немає. Уже легенда, але дільше уже, як би, принцип колодезя, чим більше с нього береш води, тим більше той воды там є. Він уже перешел эту черту, коли він легенда. Його нельзя уже второй раз распять. Вот, сколько тоже ему приходилось переживать. Он меня поддерживал, когда у меня были, тоже, как у каждого, принципи, тем более в литературе, если ты восходиш, у тебя много врагов, появляется очень болезненных ситуаций. Вот, и так дальше. Он это пережил, я уже понял, то же сам, и не меньше, и не больше, но он это чувствовал и поддерживал. Кстати, незаметно, ненавязчиво, тоже не говорили об этом, ненавязчиво иногда поддерживал. Вот это очень, очень важный момент. Теперь я уже анализирую, и это все понимаю. Так вот, песня про матер, так? Ну, это уже народная песня. У него еще многое есть. Кстати, Франка очень трудно было сделать народную песню, но это уже другой разговор, если их сравнивать. А Борисович Оленик, он же весь народный. Как это же вы получаете? Он весь, ну, как бы, органический, абсолютно органический, там нет химии никакой, никакого пластика, когда он с пластиком вот может, потому и он человек эпоха, как я говорил, он сын народной песни, моя, сын народной песни, а другая человек, диапазон эпоха. То есть, мышление всемирное, а чувство человеческое. Ну, вот есть и парадокс, и не парадокс, потому что гений парадоксов, друг. Вот, и Парубоцкая балада, его я летел красивым чортом, на коне, как ворон чорным, за рекой только вишни, только вишни, и опять же песня, да? Что не возьмешь всю песню? Даже сива ластівка, маму вечер до горя, вигляда тебе роса, только ты не мов зоря, далиняешь в небеса, далиняешь, как завиемы слеза. Ти від лютої зими затуляла нас крильми, прихилялася теплим леготом, задивлялася білим лебедем, дивом казкою за віконечком, сива ластівка, сиве сонечко, сад вишневий на порі. Повернулись журавлі, а мені, як до зорі, долітати на крилі, все до тебе, як до вічної зорі, там, де ти колись, йшла, тиха стежка зацвіла, вечоровою, матіолою, житом долою, світанковою. Так і слышится, хто ісполняє цю песню, хто знає. Многі ісполняють, но мне слышится, как Матвієнко поет. Ніна. Це українська певиця. Ігор Дизайч. Що ти кажеш? Це українська певиця. А у нас ауди... А, не знає, просто, да, да. Не знає, ну, да, голос, як би, да, тоже, такий органічний, очень, где-то з глибин історії і в дуже живой місці. Так що, він вже, як би, сам, песня, як там лісі украінки, ще, ну, нашого класіка. «Хотела б я певцей стать», да, он остался в певцях, он сделал певцей. Это, как там, Есенина, «Я помер бы сейчас от счастья, сподобленной такой судьбе», да, когда он о Пушкине говорил. То есть, как поет он состоялся, как человек, у него есть ученики, есть люди, которые здесь и собрались, часть из них, вот, ну, я могу сказать, к ним принадлежу, и никто меня не убедит, не дай Бог, чтобы я, чтобы я предал его, вот так, наверное, правильно сказать. В принципе, не предатель, кстати, я тоже этому у него подучился, ну, генетически я не был, но я подучился, вот, как бы, что можно так прожить жизнь и не предавать, специально не предавать, как предают, и его предавали, и дай меня уже, так Бог им. Судья это тоже на пользу идет, в конечном счете, в православном, как я говорю, потому что твои враги, они тебя к Богу толкают, а друзья поддерживают, я тоже это понял, и тоже в контексте Бориса Олейника. Так что, ну, опять же, чтобы дальше не делать лекцию, вот, я чувствую, что вы меня слушаете, я слушаю вас и немножко сам себя, вот, и еще раз, как говорит, так объясняю, что сам кое-что понял, больше, чем вот, если б не взял участие в этой конференции, о жизни вообще, о Борисе, Борисе Олейнике, в первую очередь, о вас всех, ну, и говорю я о себе немножко. Так что, спасибо за приглашение, извините, что не так, как у нас, что без скандала, как у нас говорят, ну, поэт, в принципе, скандал, вот, вот, может, на этом и закончу. Борис Ильич, это большой скандал, как сказать, потому что, даже те, кто религии, то есть, и Христос скандал, и Будда, и такие большие поэты, и Байрон скандал, и Сенин скандал, и Шевченко наш скандал, вот, хорошим, самым, самым лучшим, значение этого слова, как двигатель истории, вот, наших душ, вот, так что, слава, Борису Олейнику, Царство Небесное, Борису Ильичу, как человеку, христианину православному, он себя так всегда и говорил, и тоже не стыдился этого. Ну, а мы будем, будем достойными его учениками, и просто, братьями. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Ну, Борис Ильич, Борис Ильич, был великим украинцем, но всегда, прежде всего, он говорит, что я, прежде всего, я полтавец, то есть, он был родом из Полтавщины, села Зачепиловка, этому селу он посвятил, это целый раздел в его творчестве, своему родному селу. И сейчас я хотел передать слово земляку Бориса Ильича, доценту Полтавского педагогического университета, кандидату наук, Глебу Кудряшову. Глеб, пожалуйста, вам слово. Глеб, пожалуйста, Посияла людям літа своя літочка житом. Прибрала планету, послала стежкам споришу, Навчила дітей, як у світі посовісті жити. Прибрала планету, И тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ж ви, бабусю, ануки біжать до воріт? Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ви, да що ж ви намислили, мамо? А хто ж нас, бабусю, у сон поведе по казках? Та я ж вам лишаю всі райдуги із журавлями. І срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злота. Аби тільки ви нас чекали завжди крайворіт. Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красива і сива, як доля. Змахнула рукою, злетіли увись рушники. Лишайтесь щасливі і стала замисленим полем На цілу планету, на всі покоління й віки. Лишайтесь щасливі і стала замисленим полем На цілу планету, на всі покоління й віки. Добрый вечір, дорогі друзі. Але я не змог інакше. Ви проспустите за такий експромт Начало моєго выступлення. Ігор Поклад, Борис Алийник. Ви знаєте, він завжди говорив, що я написаний дядько. Я не пишу ради того, щоб композитори клали мої стихи на музику. Але так сложилось, що все произведення, які були положені на музику, я имею в виду поэтическі откровення Бориса Ілліча, вони, вистину, стали народними песнями. Ми вспомінаємо сьогодні добрым словом Бориса Ілліча Алийника і як поэта, і як чоловіка, і як друга, і як наставника, і як учителя. Сьогодні утром у мене було нескільки занятий со студентами. Це студенти перого курса, котрим по 16, по 17 лет. Я поделился в день рождения свого земляка, нашого народного поэта, героя України Бориса Алийника, тем фактом, що їх преподаватель считає цього чоловіка своїм духовним авторитетом. Я говорив вчора об цьому, що дуже важливо молодим людям знайти своєго духовного авторитета. І я вспомінаю, коли Борис Ілліч відкривав разнообразні всевозможні вистовки художественного творчества, я був на одній із них, презентував Гадичський коледж іскусств, тоді ще це було училище культури і іскусств, і завжди, коли він відкривав подобні вистовки, які завжди очаровували, це Український фонд культур, це вулиця Липська, 16, він завжди відходив до мікрофону, я помню, і ось так потираю руки, оглядываясь по сторонам, а все на нього смотрели, як на ікону, великий Борис Алийник, а він так сразу снимав це напрямі, ось так потираю руки, говорив, ну вот, коли буваєш на таких вистовках, непременно возникает желание что-то украсть. Все, хто знают Борису Ильича, помнят его личность. Так вот, я, опять же, потираю сегодня руки, сегодня, 22 октября, в день 85-летия, со дня рождения Бориса Ильича, вот Елена Марченко говорила о том, что нас сегодня слушают более, и смотрят более 20 тысяч человек. Вот, очень бы хотелось, чтобы они, прислушиваясь к тем позициям, тем декларациям, тем воспоминаниям о Борисе Ильиче, опять же, им так же захотелось, как Борису Ильичу, украсть что-то с таких выставок, конечно, это фигурально, это образно выражаясь, он тем самым подчеркивал значимость таких выставок, таких мероприятий, вообще искусства в целом. Очень бы хотелось, чтобы люди, я смею думать, что среди наших зрителей очень много молодых людей, чтобы они подумали, что необходимо вовремя выбрать духовного авторитета, и поэты, поэты, работники культуры, музыканты, композиторы, художники такими авторитетами могут стать. Когда я родился, а мне 37 лет, Борису Ильичу было 48, у нас разница почти полстолетия, мы представители не то, что разных поколений, а через поколения, но тем не менее, в его книгах я нашел рациональное зерно. Вы знаете, сегодня Бориса Ильича вспоминают не только в Киеве, не только в Москве, не только в Полтаве, не только в родной его зачепиловке, где в музее хранится его парта, за которой он сидел в школе, прекрасные музеи, прекрасные люди, которые хранят память о своем земляке, но также сегодня Бориса Ильича вспоминают в Минске. Мы сегодня вспоминали и говорили о Белоруссии, о Минской инициативе, то я возьму на себя такую ответственность, выступлю чрезвычайным и полномочным послом творческих побратимов, я имею в виду писательскую среду из Белоруссии. Дело в том, что сегодня в рамках седьмого международного конгресса библиотека как феномен культуры состоялся круглый стол литературоведов и писателей, художественная литература как путь друг к другу, который провели Национальная библиотека Белоруссии и издательский дом «Звезда». И мне хотелось бы сегодня, обращаясь ко всем нашим участникам нашего круглого стола, ко всем нашим слушателям, передать искренние слова приветствия от наших белорусских друзей, от наших белорусских побратимов, творческих собратьев, как сегодня сказал Микола Митлицкий, в частности, от генерального директора и главного редактора издательского дома «Звезда», который модерировал сегодня круглый стол, Александра Николаевича Королюкевича, приветствия и со словами благодарности за память о Борисе Ильиче. И уже сегодня на портале «Созвучие», это портал литературы и публицистики Странсодружества, появился материал Александра Николаевича Королюкевича, о котором он с теплотой вспоминает, о Борисе Ильиче, был влюблен в Минск, был влюблен в Беларусь, поэтому с нами сегодня также Беларусь, Минск. И мне хотелось бы в рамках нашей встречи мы должны говорить о книге, потому что там, где Борис Ильич, там, где его слово, это непременно книжная, богатая книжная культура. И пользуясь случаем, я благодарен и Украинскому фонду культуры, вам, Дмитрий Валентинович, высказываю благодарность, и библиотеке иностранной литературы, которые выступили с организаторами сегодняшней нашей встречи. На самом деле очень тепло и уютно. Это книга, которая стала пятым изданием в серии «Созвучие» «Золотая струна». Это писатели Беларуси и Украины. Это та книга, в которую вошли в том числе и произведения Бориса Ильича Алиныка. И это естественно, абсолютно закономерно, что с его произведений эта книга и началась. И я непременно к этой книге сегодня буду апеллировать и закончу свое выступление на этом издании, которое является украшением украшением моей библиотеки. Вы знаете, я готовился сегодня к нашей встрече и я понимаю огромную ответственность и за память, и за те слова, которые будут сегодня сказаны. Я нашел в архиве своем уникальный документ. 13 лет назад, это был 2007 год, и я готовился к изданию своей книги, над которой я работал более 10 лет, которая посвящена великой украинской певицы, берегине, хранительнице украинских народных песенных традиций, героя Украины Раисе Кириченко. Это был наш разговор с Борисом Ильичем в Киеве на Липской, 16. Это был разговор, я помню, Борис Ильич сказал, керуй процессом, руководи процессом. Это тоже была фирменная фраза. Я тоже стараюсь керувать процессом и далее. И впоследствии я дешифровал эту запись, это была диктофонная запись нашего общения и, конечно же, по канонам журналистики я отправил Борису Ильичу эту рукопись. И вы знаете, он мне ответил. Он мне ответил, великий Борис Ильич, который на Олимпе своем восседал, хотя на самом деле это казалось его почитателем, его таланта. Я в руках держу конверт, его рукой подписан конверт, рукой Бориса Ильича, он вернул мне рукопись. И что характерно, вот его скромность. Я хочу вам показать третью страницу этой рукописи. Это сделано рукой Бориса Ильича. Я думаю, что здесь очень хорошо видно, что вся страница перечеркнута. Вот перечеркнуто, выделено в этом тексте что-то и перечеркнуто рукой Бориса Ильича. Некоторые правки сделаны по интервью. Так вот я вам скажу, что все, что касается моего личного эпитета к нему, моего личного уважения, это слова в преамбуле нашего интервью, который я хотел высказать ему как поэту, как своему земляку. Он все это вычеркнул, он все это убрал, потому что как бы, мы же говорим о Реисе Кириченко, при чем здесь я? Ну и я нарушил все каноны, несмотря на то, что все это перечеркнуто, не нужно говорить обо мне, мы говорим о нашей песне, о нашем песенном богатстве. Я сказал, нет, Борис Ильич, интервью, то, что вы поправили, это правильно, все будет исправлено, как вы хотите, как вы это видите, ну а мое преамбульное слово, мое, ну фактически, это, я признался в любви человеку, в производственной любви, в любви к его поэзиям, поэтому вышла книга, но, к сожалению, Борис Ильич не успел ее полистать, и я жалею об одном, к сожалению, в моем фотоархиве нет ни одной фотографии, где мы бы вместе сфотографировались, Борис Ильич, откровенно говоря, этого не любил, остались лишь видеозаписи, я говорил об этом вчера, что горжусь тем, что провел его последний литературный вечер, это встречу в фонде культуры в Киеве на Липской 16, грустно, очень грустно, что его нет, но остались те мои друзья, которые сопровождают меня по жизни, это издания, подаренные мне, Борисом Ильичом, очень важна книга, и библиотекари, библиографы, библиофилы особенно знают, что ценность книги с парафом, с автографом автора, они ценятся в сто крат больше, и я, знаете, провел маленькое исследование к сегодняшней встрече нашей, что все книги, которые у меня есть и подписаны Борисом Ильичом, во всех книгах он мне писал «Нас счастливы много литти», то есть он мне жаловал счастья и многих лет, и вы знаете, я отдаю себе отчет, ведь это не просто слова, это, наверное, ну, как карта, как дорожная карта для меня, и я не имею права, не может быть по-другому, если мне Борис Ильич пожелал счастливого многолетия, я должен жить долго, я должен быть счастливым и делать добрые дела на этом мире, ну, вот видите, да, да, Игорь, вы показываете, да, это то, чем можно в жизни дорожить, ну, поскольку, Игорь, я тоже покажу вам вот последнее издание, Наталья Васильевна вспоминала эту книгу, это книга «Крик», это издание, которое последние годы вышло, и мы вспоминали эту книгу вчера, и Наталья Васильевна анализировала в своем выступлении эту книгу, то каждое издание, оно многоценно, любое издание, и мне кажется, что сегодня собрались за этим круглым столом люди, которые знают цену книги и дорожат книгами, особенно те книги, которые подарены человеком, которого ты называешь своим духовным авторитетом, поэтому я обещал Борису Ильичу и сейчас декларирую, что все будет хорошо, мы будем здоровы, мы будем сильны, мы будем успешны, и все добрые дела, которые запланировали, мы непременно все реализуем. Ну, и я обещал, опять же, покажу всем участникам нашего круглого стола, всем тем, кто нас видит и слышит в прямой трансляции это издание «Золотая струна», и мне хотелось бы прочитать одно из произведений Бориса Ильича в переводе Евгения Нефедова, произведение, которое всем известно. Глеб, наверное, прошу прощения, нужно будет заканчивать, потому что у нас истекает... Очень быстро, очень быстро, очень быстро. Прощальным лебедем летит, когда вне сон, уходит мимо, а так болит, а так болит, а что болит, уже незримо, полынной горечью горит, что было, не было, не будет, а так болит, а так болит, а что болит, лишь осень судит. Бесшумный падает покров, на память лет, имен святыни, и не кипит, как была кровь, и на перо садится иней, и декабря студеный вздох, без жалости, но в сизом блике сияет, словно слово Бог, заря надежд в небесной книге, все отплыло, как миг, не спит, лишь боль на дне, храня от лиха, спасибо сердцу, пусть болит, уж от болит, так будет тихо. Я надеюсь, что, несмотря на то, что Бориса Ильича нет, вокруг его имени никогда не будет тихо. Мы будем обсуждать, мы будем исследовать, как литературоведы, его поэтическое наследие, мы будем следовать его заветам, поэтому я благодарен тем организаторам, тем людям, которые организовали наш круглый стол, не нужно нам тишины вокруг имен наших великих. Большое спасибо. Дорогие друзья, я надеюсь, что это наша не последняя встреча, не последний разговор о творчестве выдающегося украинского поэта, общественного государственного деятеля Бориса Ильича Олега. Я хочу еще раз поблагодарить Российскую государственную библиотеку, иностранной литературы, Центр славянской культуры этой библиотеки, поблагодарить Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ, который поддерживает международный гуманитарный проект Минская инициатива. Яна, вам слово. Дмитрий Валентинович, взаимно. Спасибо всем участникам сегодняшней беседы. Приглашаю к прочтению в наш фонд, где хранятся книги Бориса Ильича Олейника. Спасибо вам за партнерство, спасибо за теплую атмосферу. До новых встреч в эфире, онлайн и офлайн. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания, Москва. Продолжение следует... Продолжение следует...